Это проблема взаимоотношений моих с родителями. Вот бы если ты вышла замуж, но муж с ребенком жили бы отдельно, а ты бы жила только с нами. Где я, с кем я, зачем я, почему. Ему нужно понять, каково это жить самостоятельно, потому что я этого не знаю. Первый план, план А, это пойти зарабатывать самостоятельно. И само собой, есть я. Вам нужно оттуда эвакуироваться. Это уже давно не повод для того, чтобы грустить. Наверное, ночью сбегать. Я не знаю. Я боюсь, что ты растянешься в долгое время. Добрый день. Меня зовут Дмитрий Титков, и я психолог. Это программа «Теперь ты знаешь». Сегодня у нас не совсем обычный формат. Гость нашей передачи не специалист, не психолог, а просто обычный человек, который рискнул прийти сюда и поделиться своей историей. Елизавета? Здравствуйте. Что привело вас в такой не очень обычный формат? На самом деле, это моя одна из самых больших головных болей в последнее время. Ну, наверное, в последнее время, да. Это проблема взаимоотношений моих с родителями и моей от них невозможности обособиться, скажем так. То есть, как бы, я обоими руками за, я стараюсь, я хочу, я хочу жить отдельно, я хочу перестать зависеть от них напрямую. Но мама моя, она против, она считает, что без нее я никуда не денусь. И самая моя любимая ее фраза – это «Вот бы, если ты вышла замуж, но муж с ребенком жили бы отдельно, а ты б жила только с нами». И, ну, мне кажется, у многих есть такая проблема, но это скорее проблема не детей, а гиперопекающих родителей. Вот, мне так кажется. То есть, вы думаете, они как-то вас так очень сильно гиперопекают, так немножечко своей опекой не дают вам? Да, я могу сказать, что это в ряде факторов очень сильно читается. Это даже до 10 класса мне можно было находиться на улице до 5 вечера. В 5 вечера нужно было быть уже дома, потому что потом темнеет, страшно, мало ли кто где, зачем, куда. Да, потом эти правила немножечко размылись в связи с тем, что я поступила в университет, но правила все равно продолжают действовать. Плюс эти ограничения распространяются на мой внешний вид, как я одеваюсь, как я выгляжу, она обязана знать, как я одеваюсь, что я одеваю, если я одеваю что-то не то. Это скандал, это конфликт, скорее всего, будет. Ну, разные вариации развития событий есть. Вот, и во всех действиях остальных тоже. Ей очень нравится знать, что я делаю, где я, с кем я, зачем я, почему я, кому я что сказала, а он мне что ответил, а я ему что ответила и вот так далее. Таких случаев очень много и вот. Поэтому мне кажется, что да, у меня гиперопекающие родители. Да, у меня складывается ощущение, что вы буквально должны предоставлять им отчеты о вашем внешнем виде, о вашей деятельности, о вашем времяпрепровождении. Так и есть, да. Если они не получают этой информации, следовательно, будет большой, скорее всего, скандал. Или обиды, что-нибудь такое. Если мы будем соблюдать какую-то такую нашу структуру, да, нашей беседы, я бы у вас должен был спросить, чего бы хотели вы от нашей беседы. Какого вы итога? Тема заявленная, которая, она понятная. Что бы вы хотели? Наверное, это понять, может быть, я сама виновата в том, что я никак не противодействую родителям, и что мне, наоборот, нравится такое мироощущение. Это как вы поняли? Ну, не знаю, просто у меня было очень много знакомых и друзей, которые говорили, что если ты до сих пор живешь дома, значит, ты, соответственно, тебе все нравится, все устраивает. Вот. И у меня сложилось такое ощущение, что это я ничего не делаю для того, чтобы ограничить это общение. Угу. А какие у вас есть варианты? Ну, если мы с вами так пофантазируем? На самом деле, если в облаках витать, то вариантов очень много. Их очень много, их полно. Это зарабатывать деньги, съехать на квартиру и так далее. Но когда люди предлагают такой вариант, они не знают, с чем они имеют дело. Они не знают моих родителей, они не знают, что значит сказать ей, что я, ой, возможно, сегодня один день не буду ночевать дома, а буду ночевать где-то у друзей. Это невозможно, такого не бывает. Такое было два раза за всю мою жизнь. И то это были долгие уговоры, там, подкупы, слезы, вот эта всякая ерунда. И так просто это не работает. То есть совсем недавно мы с моей подружкой планировали съезжаться. У нас была такая идея. И когда я сказала об этом родителям, родители сказали нет. Я говорю, почему? Нет, просто нет. Я говорю, ну, я же не прошу, чтобы мне квартиру там платили, еду в квартиру приносили. Я хочу попробовать... Вообще, у меня был план изначально, как все это преподнести. Прежде чем что-то сказать, нужно это несколько раз обдумать, чтобы понять сразу пути решения. Вот. Я планировала сказать, что мне нужно понять, каково это жить самостоятельно. Потому что я этого не знаю. И то, что я живу где-то у тети или у бабушки, это вообще ерунда. Это не то, что я... не то, чего я хочу. И я сказала, сказала именно так, как хотела, что я просто хочу попробовать. Если мне не понравится, я же никто же не мешает мне вернуться обратно домой. На что она сказала, нет, никакой квартиры, никакой подружки. Я говорю, почему? Потому что. Потому что что вы там будете делать? Наверное, гадостью какой-нибудь заниматься. Вот. И так далее. Я так вопрос в сторону немножко задам. Сколько вам лет? Двадцать. И сколько вы себя помните, это продолжается с вами? Если вопрос о сепарации, то это относительно недавняя штука. Это, наверное, этому года два-три. А если говорить про гиперопеку, то всю жизнь. Я не помню ни одного дня, когда произошло бы что-то без ведома родителей. Когда вы это начали замечать? Ну, когда я начала становиться чуть старше осознания. Когда я начала понимать, что я хочу что-то сделать, а мне не дают это сделать. И так потихоньку по кирпичикам, по чуть-чуточкам, я начала понимать, что меня ограничивают в том, что я хочу делать. Но, тем не менее, у нее нет никаких проблем с... Ну, в общем, я пошла учиться туда, куда я хотела. И школа у меня была та, которая хотела. В общем, там очень много факторов, которые действуют в нее во благо. Но в то же самое время есть и то, что меня, соответственно, очень напрягает. Да, какая-то непростая у вас обстановка. Я не могу вас не спросить, какую помощь вы бы хотели получить? Если вопрос касается, например, моего уморазума, то, мне кажется, помощь мне никакая не пригодится. Вернее, она мне не поможет. Я все равно продолжу жить в том же самом мире, в том же самом состоянии, с постоянными упреками в сторону меня, моей внешности и так далее. Ну, единственное, что может меня спасти, я это уже давно поняла, это деньги, деньги, чтобы съехать. Вот. Это все, что поможет мне. Ну да, есть какой-то первый план. План А – это пойти зарабатывать самостоятельно и таким образом выобеспечивать себя. Но если мы представим, что это в контексте нашей беседы, что бы я спрашивал у вас, как вы думаете? Не знаю даже, если честно. Или, может быть, мне нужно вам наоборот что-то рассказывать? Ну, я бы, наверное, хотела услышать о том, как люди с этим борются. Наверняка в вашей практике были такие случаи, которые... Ну, когда людям было тяжело, например, выйти из-под опеки родителей. Что можно в таких случаях делать, как не принимать на себя все то, что мне говорят родители. Потому что говорят они очень много плохого. Вот. Плохого? Оскорбления. Ну, у меня, у моей мамы есть особенность. Она считает, что люди, которые носят размер больше, чем... Пусть будет М, они недостойны жить. Они плохие, они некрасивые. Ну, и, само собой, есть я. Вот. И это постоянно оскорбление. Ну, это вытекающее как-то. Это в ходе разговора обычно выясняется. То есть это не что-то такое, что происходит спонтанно. Вот. Это как-то... В ходе какой-то вашей беседы или ссоры это проявляется? Да нет, меня просто встречают с этими фразами обычно. Как-то ужасно выглядишь. Ты не могла что-нибудь другое надеть. И так далее. Так, подождите. Это в смысле они вас встречают с этими фразами. Ну, а когда я захожу домой, мне говорят, привет. Ой, ты опять в этой гадости. Зачем ты ее носишь? В зеркало на себя посмотри, говорят, и так далее. Спасибо. Вот. Ну, это такое эмоциональное давление немножко. Я как-то восхищаюсь некоторым вашим ужасом. Вы так легко немножко об этом говорите. А это просто уже привычка. Ну, я не вижу в этом ничего такого. Я просто привыкла. Никакого секрета нет. Это просто происходит на постоянной основе, поэтому... Ну, ничего не остается, кроме как привыкать. Пробовали ли вы что-то говорить вот о этом? Ой, пробовала. Это как раз недавно история очень интересная. Когда у нас был огромный конфликт на... Четыре дня. Она со мной не разговаривала четыре дня. Ну, просто я сказала, что мне неприятно это слушать. То, что... Я, конечно, неосторожно очень эту фразу проронила. Сказала, ты себя-то в зеркало видела? Ну, это, наверное, была... Ну, вы пошли в отлогу. Глупость все-таки. Я не знаю, что это было. Я просто разозлилась. Вот. И мы три дня не разговаривали. Ну, такое, да. У нас постоянно такие скандалы, конфликты. Это все часто явление. Мне кажется, соседи от нас съехали по этому, потому что у нас прослушиваемость хорошая очень. Это какой-то единичный случай, когда вы вот так вот противостояли? Здесь достаточно активно. Я не могу сказать, что единичный, но если рассматривать разные ситуации, то есть конфликты же бывают на разной основе, на разной почве и так далее. Если разные ситуации рассматривать, то были моменты, когда я пыталась что-то сказать, но это бесполезно, на самом деле. Ну, это ни к чему не приводит. Любые слова, они просто ни к чему не ведут. Они пропускаются мимо ушей, и происходит, как мне очень нравится эта позиция, то, что сама придумала, сама обиделась. Я ей так уже один раз сказала, что она сама придумала, сама обиделась. Ну, а нет, это никак не влияет. Ни разговоры, ни уговоры, ни крики, ни слезы, это все вообще никак не работает. У нее есть свое мнение, и свое мнение она придерживается. Все, это вот точка. Никакого другого мнения не быть не может. И спустя сколько, 3-4 дня? Да, спустя 3-4... Это, на самом деле, очень интересный момент примирения. Обычно она ждет того, что я приду и извинюсь. Это всегда так было и всегда так будет. Просто нужно подождать какое-то время и потом пойти извиниться. В этот раз это было спонтанно. Она сама первая со мной заговорила. Я не знаю, что произошло. Может, ей сама надоело молчать. Не знаю. Там просто так вышло, что мы поругались. Прошло вот эти 3 дня. Мы снова очень серьезно поругались на ту же самую тему. И сразу после этой ругани мы помирились. Я не знаю, что произошло. Это вообще ни от меня не зависело. И как-то так вышло. Вам принесли какие-то извинения? Нет, ни в коем случае. Никогда никто передо мной не извинялся. Я извинялась всегда. Правильно я понимаю, что, чтобы вам не говорили и чтобы не делали вашу сторону, вы никогда не слышали извинений? Нет, никогда. Один раз это было, но это было просто потому, что ситуация вынудила извиниться. Там было нечто посерьезнее оскорблений, и она была обязана извиняться. Вы меня извините, что я плачу. Я просто не могу на эту тему разговаривать спокойно. Это прямо одна из самых больных тем в моей жизни. Мне сложно с вами на эту тему спокойно разговаривать. Я тоже. А почему? Ну, во-первых, мне хочется вам прямо сказать, что вам нужно оттуда эвакуироваться как можно быстрее. Быстрее. Не знаю. Мне как-то хочется говорить с вами о том, что вы находитесь в не очень безопасной среде. Вернее, совсем небезопасной. Ну, есть такое. Ну, с другой стороны, вы как-то с этим справляетесь? Ну, справляюсь. Ну, на уровне, наверное. Если судить о том, как я веду себя на людях, никто им не сказал, что у меня есть какие-то проблемы с родителями. Потому что это уже давно не повод для того, чтобы грустить у меня. Ну, очень давно. Я, наверное, со школы, возможно, и со школы где-то примерно, вот если так рассуждать, со школы я уже привыкла. И я перестала все это выносить, рассказывать, потому что это слишком много, и я устану все это рассказывать. Поэтому справляться-то это одно, не впадать там в депрессии всякие и так далее. Но иногда бывает прям грустно. Вот. Поэтому как-то так. Ну, мне многие говорили, что бежать надо тут. Но у меня нет возможности. Пока. Какие действия вы для себя рассматриваете первые? Которые, если бы мы с вами вот так вот пофантазировали, да? Обычно в критических ситуациях, когда кто-то, я так немножечко, вы когда мне говорили, да, поделитесь какой-то своей практикой, обычно я со своими клиентами продумываю какой-то план. Если вдруг они находятся в какой-то обстановке, которая небезопасная для них, да, либо она вызывает какие-то вопросы в плане какой-то такой нормальности, да, и обыкновенности, обычно я предлагаю своим клиентам прям подумать, да, план А, шаг за шагом, план Б, план, кто может помочь в этой, во всей истории. Никто, в принципе. Ну, а кто? Я не думаю, что у меня в окружении есть люди, которые могут мне помочь. Ну, это же... Тут уже проблема самого человека, который так себя ведет и считает, нужно так, мочь так разговаривать и мочь такие вещи говорить. Ей тут уже никто не поможет. А мне, наверное, поможет только переезд, который невозможен, потому что я не могу этого сделать. Я очень долго собиралась с мыслями, чтобы сказать, что я хочу это сделать, а что будет, если я запланирую это сделать, я не знаю. Как вы думаете, что случится? Я думала об этом на самом деле. Я думала, что будет, если я просто скажу, что вот все, факт. Меня больше здесь не будет, я съезжаю. На самом деле, есть два варианта развития событий. Это, опять-таки, скандал. Но, опять же, скандал можно просто избежать, закрыв за собой дверь. Возможно. Не знаю. Не знаю, как это будет работать. Я вот об этом ничего не думала. А другой вариант – это просто отказ. Никаких скандалов просто нет. Я не рассматриваю вариант, да, если честно. Чтобы это произошло, нужно, наверное, ночью сбегать. Я не знаю. Только и разве что так. Больше никак. Как вы собираетесь тогда это делать? Если бы мы с вами представили ситуацию, в которой у вас есть, ну, предположим, если это денежные ресурсы, да, это какое-то количество денег, которое, ну, хватит на аренду, ну, может быть, месяца на два, на три. Да. Как это будет происходить? Нет, ну, я не собираюсь, на самом деле, ночью сбегать. Я все равно планировала так или иначе поговорить. Но я, на самом деле, боюсь... Меня пугает тот факт, что, возможно, ответом будет нет. Поэтому я боюсь об этом думать. Я боюсь, что она скажет нет, и все. И что тогда? Честно, не знаю. Вот прям, правда, не знаю. Ну, у меня уже есть план, в котором я живу. Это просто с утра уходить, вечером приходить как можно позднее. Насколько позволяет временное ограничение. Чтобы просто минимизировать контакты. И приходить попозже, да. Да, и все. Другого не вижу. Если для нее, может быть, брак будет каким-то отговором, значит, доживут до момента, пока выйду замуж. Не знаю. Вот я так и осуждаю. И то, как они говорят, да, хорошо, если там муж будет жить отдельно, да, а вы будете жить вместе. Это вообще... На самом деле эта фраза мне с толку сбила еще в тот момент. Но, мне кажется, это утрировано, конечно, было. Возможно. Потому что утрировать все-таки родители любят. Очень любят. Надеюсь, что утрировать. Потому что так-то всю жизнь точно так жить не собираюсь. Так нельзя. Но это тяжело чуть-чуть. Ну, чуть-чуть, да. Это чуть-чуть явно непросто. А я подальше вас спрашивал. И, предположим, если ваши родители вам говорят нет дальше, какие бы ваши действия были в истории? Ну, если честно, я не рассматриваю ничего, кроме уговоров, потому что я не знаю другого способа. Ну, или если это дойдет до крайней точки, просто уйти и все. Но я не хочу такого развития событий, потому что, ну, как-никак не нравится мне ощущение, когда есть кто-то, с кем ты разругался, и не можешь помириться. Неприятные ощущения. А еще когда ты в этом виноват. Поэтому... В этом в чем? Ну, в конфликте. Если конфликт, например, по моей вине был инициирован, и я вот просто ушла, ничего не сказала, ну, будет немножко неприятно тоже. А как вы думаете, а часто по вашей вине происходят конфликты? Честно, нет. У меня ощущение, что я в 90% случаев не виновата. Да, есть там, возможно, мелкие гадости, которые я делаю, всякие неприятные. Возможно, я правда ужасно одеваюсь, я не знаю, я по себе сказать не могу. Но большую часть конфликтов я никогда не беру, не принимаю на себя, потому что я понимаю, что я у них не виновата. Ну, никогда не виновата. Может, я, конечно, не объективно оцениваю, потому что как бы я это я, и я у себя одна, и я себе все прощаю, но, может быть, это правда так. Как-то сомневаетесь в этом месте. Да, есть такое, потому что я точно не знаю. Потому что конфликты, они возникают на самом деле на абсолютно разных почвах, на абсолютно разных. И большая часть была из-за оценок, в школе. Ну, я думаю, всегда так было. Вот. Три, почему не четыре? Четыре, почему не пять? Пять, а почему у всех там вообще, вернее, пять было, а ты не самый лучший, поэтому успокойся. Такая частая история, да. Ну, да. И плюс я не отличница, не ударница, ну, как бы далеко, потому что класс в пятом мне надоело, что меня за оценки наказывают. Я забила. Абсолютно забила на учебу прямо полностью. Но у меня не удавалось только математика, физика и вот эта вся, вот эта числовая гадость, которую я не понимаю до сих пор. И на нее я забила. Мне было все равно. Меня кричали, говорят, у тебя там опять три, у тебя там опять два. Я думала, да, да, да. Я все равно себе ничего не сделаю, делать ничего не хочу. Вот. В основном, интерес к учебе у меня пропал, скорее всего, из-за вот этих постоянных конфликтов, потому что мне надоело, что пять перенесла плохо, три плохо, два еще хуже. Ну, какая разница тогда в таком случае, чтобы не получать. Ну, да, что бы я ни приносил, да, я все равно и только один. Смысл стараться тогда, если все то же самое будет. Вот. И все, все вот это основное началось именно в школе. У меня, во всяком случае. В университете как-то с этим проще стало. Там сессия закрыта, закрыта, ну, ладно, более хорошо. Сколько отлично? Там одна хорошо. А почему не все хорошо? Я говорю, ну, все остальные же нормально. Она говорит, нет, надо, чтобы все были отлично. Ну, и все, это уже не скандал больше. Ну, да, это бесконечность, да, какая-то? Было бы смешно, если бы меня еще в университете за оценки отчитывали. Но пока нет. Ну, вот. А вы очень много говорите про вашу маму, мало говорите про папу. А папа в основном не конфликтный человек, он просто. Поэтому все ссоры происходят именно с мамой. С папой мы редко ругаемся. Так уж чисто. Мы с ним особо и не общаемся, если быть честным. Не то, что не общаемся. Все наши разговоры это бытовое что-то. Ну, там, трелку подай, не знаю, ложку подай, как там день прошел и так далее. Ничего такого. А вот с той стороны все-таки больше происходит диалога, потому что вроде как я вижу, что она хочет со мной общаться, причем активно. ой, а тут у тебя три подружки куда поехали, ой, а ты там, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Но это тяжело общаться, в общем, человек очень тяжелый, если не очень сложно говорить. Вот. Душный, не знаю, нельзя так говорить, конечно. Очень эмоциональный, как и я, кстати, но в то же время очень дотошный. Вот, дотошный, хорошее слово. Какой-то факт, допустим, я что-то скажу, начнутся придирки, а это что? А это точно так? А вот так точно было, и начинается из этого тоже скандал. Так тоже часто бывало. Или, допустим, банально, какую-нибудь знаменитость, я не знаю, обсуждаем, я там что-нибудь, какой-нибудь факт из биографии сказала, а он оказался неверным, а она знала, что он верный. И началось. Откуда ты знаешь, почему ты вообще так говоришь, зачем ты ерунду начинаешь нести, и вот, и так далее. Да, мы как-то опять в сторону мамы так сворачиваем, сворачиваем, да, потихонечку. А папа как? Как бы он отреагировал, если бы вы подошли к нему и сказали, да. И сказал, что ты ближе, а я ему бы сказал, ладно. Это человек, с которым очень легко договориться. Я сегодня иду, не знаю, там куда-нибудь, вечером задержусь, ладно. Через сколько будешь? Ну, через два часа, ладно. Ну, это прям очень просто все происходит. Но, так нельзя, если бы так можно было, было бы вообще замечательно. Обязательно нужно, чтобы мама знала, где. Папе все равно, даже если он не будет знать, где не особо расстроится. Вот. И как вы думаете, он бы не встал на вашу сторону? Нет. Мне кажется, нет, потому что, как бы по культуре не сказать, свое дороже, чем чужое. Лучше себя защитить, чем других людей. Чтобы мне не прилетело, лучше промолчать. Или согласиться. Или, ну, присоединиться к человеку, с которым ты не хочешь ругаться. А, то есть, в этом случае он рискует тоже, да, получить? конечно. Поэтому нельзя ругаться с нашей мамой. Вообще нельзя. И поэтому, в какой-то степени, я его понимаю, на самом деле. Я тоже раньше таких придерживалась, такого принципа, что, если на кого-то другого кричат, значит, надо или поддержать, или просто ничего не говорить. А то, не дай бог, тоже станешь виновником этого торжества, которое происходит. У нас просто так сложилось, что мама главная. И все вопросы решают через маму. Абсолютно все. О том, кто куда, кто зачем, кто что покупает, то, что носит, то, что ест. Вот. Поэтому к папе не вариант, конечно. Папа скажет да, и все. Угу. Мама как-то все решает. Да. И это уже давно. Это всю жизнь так на самом деле было. Сколько я помню. Всегда так было. Угу. Главная цель это как-то убедить маму, да, в том, что вы можете распоряжать свою жизнь, жить отдельно, вести какую-то свою жизнь время провождающую. Да. На самом деле это вот все, все, основная проблема, которая происходит. Угу. Убедить одного человека. Да. Да. Долго ли вы еще собираетесь находиться там, где вы сейчас находитесь? Ой, на самом деле я вот прям не знаю, как сказать, ну, как можно меньше, насколько это возможно, времени. Угу. Да, временных сроков я прям вообще не знаю. Это прям такое страшное слово. я не думала. Я боюсь, что это растянется на очень долгое время. А очень долго это на сколько? Да, на самом деле, год это уже много. Ну, много, много. этого я так понял, что вы год, уже собираетесь как-то вот? Два скорее. До поступления в университет я хотела в общагу съехать, но я, к сожалению, в Казани живу. Вот. И общага не будет. Там мучиться с прописками это все, это ерунда, я все не хотела делать. Проще было сидеть и ждать. Вот. И плюс, ну, кто школьница квартиру будет сдавать? 11 класс, я считаю, окончила, куда, зачем я куда пойду? А вот основательно уже начала думать только вот в этом году. Второй курс получается. Да, прям, чтобы серьезно, серьезно думать. Прямо даже рассматривать куда и где, что, зачем можно. Ну, предмет, да, смотреть. Не просто думать о том, вот, вот бы туда, например, а прям вот конкретно рассматривать места, куда можно было бы переехать. И как вы думаете, чего помимо денег вам еще не хватает? Что бы еще могло убедить вашу маму в этом разговоре или вас во принятии этого решения? Я, если честно, уверена, что тут не сработает, как с прогулками по вечерам. Если я скажу, что я со своей подружкой все нормально, не переживай, это так не будет. Ну, если честно, у меня ощущение, что нет чего-то такого, что может ее убедить. Просто ей нужно у себя в голове понять, что мне как бы 20, мне будет 21. И, ну, я могу где-то, допустим, находиться, я могу где-нибудь жить в другом месте, не в родном доме. Так бывает, люди съезжают, разъезжаются, и пока она сама это не поймет, я, мне кажется, ничего не могу с этим сделать. Ну, мне так кажется, я не знаю. Что могло бы убить ее? Ничего, скорее всего. Ну, нет просто таких факторов, которые... Для нее, судя по всему, это очень серьезная тема, прям очень серьезная тема, к которой нужно подходить основательно. И мне кажется, что к настолько серьезной теме невозможно найти подход, который, по-моему, например, бы ей принять решение в другую сторону. То есть сказать да. Мне кажется, нет такого. Но я с ней, опять же, не разговаривала, я не знаю. Я не спрашивала. У нас большинство, на самом деле, споров из-за того, что я очень эмоциональная, и наш любые... Даже мелкая ссора может прирасти в большой конфликт, потому что я очень быстро злюсь, и она очень быстро злится. Вот. И мы ругаемся часто из-за вернедой, просто потому, что мы очень, ну, как-то вспыльчивы. Вот. Если мы что-то говорят, я не могу там промолчать, например, это тоже часто становится в причине конфликтов. И я боюсь, что какой-нибудь такой разговор может перейти на разговор на повышенных тонах. Мне просто страшно опять. Не хочу ругаться. Сложно это. Отнимает жизнь на мою энергию. Трудно с этим не согласиться. Ну да, вот. И вместе с тем, как бы вы подошли к этому диалогу? С чего бы начали? Это однозначно нужно было планировать заранее. Рассматривать, что сказать, зачем сказать. И уже поставить перед фактом, что есть деньги, есть место, с местом уже оговорено, что все упирается только в то, что я до сих пор дома. Что получается, я это последний человек, который может... Ну, в этом вопросе точку поставить, что сделать. Я переезжаю, все, я переехала. Значит, такие подсобрались. Да. Подсобрались, подсобрались, подсобрались. И вот, 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 вот это должно произойти. Да. И как бы, и вот... И все, а дальше не знаю. И все, да. И дальше, да. И дальше, да. А я как раз таки, да, я предлагаю вам подумать. Что бы вы еще предложили? Что бы вам еще могло помочь? Кто бы пришел вместе с вами? Я, на самом деле, тут работает такая классная схема, которая работала, когда я раньше куда-то хотела, например, допоздна уйти. Папа должен зайти, посмотреть, все ли нормально, кто живет, как выглядит. Сказать, что, в принципе, в любой момент вы можете приехать, дверь никто перед носом не закроет, соответственно. приехать, посмотреть, сказать, что вам здесь не нравится, нравится, или, возможно, мы с вами вместе, может быть, что-то выберем, если вы будете согласны. Вот. Но, мне кажется, это тоже не сразу. Хотя, может быть, и это сработает. Возможно. Но он очень непредсказуемый человек. Я прям даже не знаю, чего ожидать. Это вот первый вопрос, в котором я не знаю точно реакции, которая последует. Впервые так. Я еще никогда не попадала в такие ситуации, чтобы я не знала, как может закончиться наш разговор. Я просто уже там много считаю, я с ней 20 лет живу, я прям много знаю, и я знаю все возможные реакции, которые могут произойти. А тут я прям в ступоре, честно, я не знаю, что может из этого выйти. Прям совсем. Просто это глобальный вопрос. Из-за того, что раньше ссоры происходили по ерунде, как бы в ерунде я прям отлично разбираюсь. Тут что-то не сделала, тут что-то не сделала, все, значит, то будет. А в таких серьезных вещах у нас еще не было таких серьезных вещей. Поэтому я не знаю. Не был опыт о таком. А вопрос поступления у вас как решался? Ой, очень легко. Изначально, конечно, меня хотели, я должна была быть врачом. Я и сама хотела, на самом деле. Ну, как бы мне мама сказала, ты будешь врачом. Я такая, о, замечательно, мне подходит, прикольно. Потом я поняла, что химия это вот прям вообще не моя, это вот то, что я не понимаю, никогда не пойму. И в девятом классе я сказала, что я вот хочу на телевидение, на журналистику. Она говорит, ладно. Все. Никаких проблем абсолютно с этим не было. То есть этот вопрос как-то легко решился, да? Я говорю, в некоторых моментах очень легко идутся на уступки. Прям очень легко. И это вот опять же университет, опять же у меня, сейчас я своего цвета волос, хорошего человеческого. Я раньше была и зеленая, и фиолетовая, и красная, и синий, и зеленая. Всех цветов радуги. И все, соответственно, с согласия. То есть я сказала, что хочу, мама сказала, а, да, значит, я тебя к хорошему парикмахеру запишу. У меня здесь два прокола. Это тоже с ее разрешения я сказала, я хочу, она сказала, без проблем. Прям вот, да. Но когда я захотела сделать здесь прокол, она сказала, ни в коем случае запрещаю. Когда я захотела постричь волосы коротко, она сказала, нет, запрещаю. То есть какая-то странная такая штука, она работает так пограниченно. То есть до какого-то момента можно, а потом, ать, уже нельзя. Типа 10 дырк в ушах на здоровье, я не знаю, 5 дырок в губе еще, дай бог здоровья тебе, а вот сюда нет. Просто нет, и все. Волосы в любой цвет, какой хочешь, красть, там хоть что с ними делай, хоть на лос, но не коротко. Вообще, все что угодно, только не коротко. Не знаю, как это работает. Ну да, какая-то градация, да, весьма странная. Это я тоже не выяснила, это я не знаю, как работает. Ага. Если мы с вами, ну, вернемся, да, и мы начнем как-то с вами фантазировать в сторону того, что вот вы пришли, и вам как-то нужно об этом поговорить. Ну сначала надо об этом поговорить. Ага. И с чего бы вы начали? Я бы долго не ходила вокруг да около. Она очень не любит фразы по типу, нам нужно поговорить, у меня что-то срочно случилось. Надо сразу обозначать проблему, которая случилась, чтобы не было вопросов, лишних-лишних нервов. Она очень быстро нервничает, очень быстро начинает паниковать в любых вопросах абсолютно. Вот. И нужно сразу переходить к делу, сказать так и так. Хочу, есть варианты, что думаешь. Вот. И ждать реакции какой-то. Я не знаю. Ну просто это, когда я в первую особоту поговорила, это было прям сразу нет. Она даже не дослушала, сказала нет. Все, нет. Ну то есть попытка уже была, да? Да. Одна. Одна. Да. Резкая, нет, отрицательная, нет, нет, и все. И это ничем потом не закончилось? Нет вообще ничем, просто нет. Я говорю, почему нет? Просто нет. Но я помню, сразу после этого, по-моему, на следующий день мы обсуждали мою зарплату. И я сказал, что хочу еще одну работу себе, потому что денег мало, хочу еще денег. Вот. И она сказала, так если тебе денег мало, как же ты собираешься квартиру-то снимать с подружкой? Я говорю, а ты же сказала нет. Так-так, да. Ну-ка, ага. Все вопрос такой. Она говорит, ну просто ты же сказал, что хочешь. Как бы ты вот себе это представила, если бы ты, допустим, при нынешней твоей зарплате, как бы вы это вывозили вдвоем? Я говорю, ну вот объяснила, что я хочу второй, а учиться, говорит, ты когда будешь? Я говорю, ну я же успеваю, я же все время здесь, в университете, мне никуда бежать не надо. Ну все. Она сказала, ну-у-у-у, понятно. И все. Больше это дальше никуда не под меня не вылилось. Ни во что абсолютно. И предположим, что если в этот же, ну через какое-то время, да, вы подходите и делаете еще одну попытку, да, говорить, что вы стали зарабатывать больше, что варианты вы нашли, и вы уже готовы, и вдруг вам говорят нет. Ну, это сто процентов будет скандал. Я прямо это чувствую, и инициатором буду уже я. Ну, миллиард процентов, потому что, если мне скажут нет, я скажу, почему? Я скорее всего получу ответ, ну потому что, и меня это разозлит. Я начну кричать, скорее всего. Сто процентов. Она начнет кричать, все начнут кричать, весь дом будет кричать. Вот. И если это очень быстро закончится конфликт, например, как это было раньше, то, скорее всего, я просто буду предпринимать еще попытки, а если он дойдет, как обычно, до острой стадии, когда пути назад уже нет, я могу просто уйти. У меня так было уже, когда я уходила. Но я, правда, быстро возвращалась. Но пару раз было, когда меня из дома выгоняли. Ну, разный там. Подождите. Вас из дома выгоняли или вы уходили? Сначала один раз выгоняли, второй раз. Один раз я сама ушла. Потому что я психанул. Сказала, я ухожу. Все, до свидания. Надолго вы ушли? Нет, на час. Нет, на три часа или на четыре. Но это ночью было. Где-то часа в 12 часов, по-моему, это что-то такое. Я часа на четыре убежала. Но я далеко не ушла, на самом деле. Потому что у меня на тот момент подружек, которые, или друзей, например, у которых есть квартиры, к которым можно, например, податься, их не было. Поэтому у меня был всего один вариант. Я сидела в парке возле дома. Ну, через остановку там. У нас возле дома есть парк. Вот. А когда меня выгнали, меня очень быстро вернули. Буквально через 10. Потому что мне сказали, оставь все свои вещи, которые мы тебе купили. Я сказала, дайте мне хотя бы вот эту одежду, в которой я стою. Я ушла. Нет, меня отец обратно затащил. Угу. Да. Там ни к чему тоже не привел этот разговор. Я хочу, чтобы тебе было лучше. Это все твое благо. Ну, и все. Ничем это не закончилось. И это, возможно, ничем не закончится, скорее всего. А был ли после этого какой-то диалог? Нет. Вообще никакого. То есть там вы ушли, в парке посидели, вернулись. Да, все, она остыла, и я там, по-моему, сказала, извини, что-то такое, и все. Все хорошо. Все нормально, даже? все потихоньку. Как было, так и было. Просто такой небольшой ать, пропасть, потом раз, все нормально, спокойненько. Дальше продолжаем существовать. До следующего конфликта, когда что-нибудь еще вспыхнет, возможно. Надо сначала пытаться решать проблемы дипломатическим путем. Если дипломатический путь не проходит, значит, надо действовать радикально. В силу возможностей, конечно. Да дипломатическим путем это как-то... Договориться. Я все еще грежу о том, что грею, неважно. Хочу, чтобы мы договорились мирно, чтобы это не было чем-то таким, что я захлопнула, дверь ушла. Ну, как бы это было? Что именно? Ну, и договориться дипломатическим путем. Ну, бесконечный уговор. Мне кажется, я просто в какой-то момент надоем с этими вопросами. Она просто отмахнется и скажет да. Ну, вряд ли, конечно. Было бы неплохо. И как вы думаете, что мешает вам сделать это, не знаю, завтра, послезавтра, через месяц? Что бы могло укрепить вас конкретно в этом разговоре? Наричие и... Ну, предположим, что вот у вас есть определенные... Это единственное, что меня останавливает во всяком случае. Отсутствие возможности куда-то уехать. Если бы у меня были друзья, у которых, допустим, есть какие-то квартиры, я могла бы попроситься к ним. Но у меня пока нет таких друзей. У меня все друзья живут с родителями. Я слушаю о том, что вот этот материальный фактор, он единственный, который останавливает вас только. Мне кажется, да. Но первое время будет, конечно, неприятно, потому что страх-то перед мамой никуда не девается, он существует. Но потом надо думать о том, что сейчас происходит. Надо решить проблему по мере их поступления. И с разговором будет, в принципе, так же. Нужно сначала это сделать, это первая проблема. Потом эта проблема решена, вторая проблема. Как решить конфликт? Если конфликт будет решен, будет третья проблема. Где жить? Надо чуть-чуть все это делать. Сразу все это не получится. Как-то так. Но это, по крайней мере, звучит как план. Ну, да, на самом деле, я согласна, как хороший план. Но чтобы этот план иметь, нужно, вернее, чтобы его реализовать, нужно иметь все составляющие этого плана, которых у меня пока что нет. Ну, по крайней мере, у вас нет единственного, только одного. Если я правильно понял, нет только одного. да. Пазла, который бы вот, пазла был. Это да. Ну, в любом случае, мы планировали, наверное, на третий курс все вот это вот действие с разговорами и так далее. Но, когда у нас будут все основания, чтобы что-то кому-то показывать и предъявлять, мы их обязательно предъявим. Ну, то есть, если мы прямо соберем, соберемся, я скажу. Я перебоюсь там, может быть, но я поговорю еще раз. Это будет точно уже разговор. Серьезно, не просто, как случайно вскользь, я упомянула, что хочу, и она подслушала, а вот прям вот разговор-разговор. На самом деле, я услышала, что хотела, я поняла, что план, он нужен, обязательно нужен, потому что без плана никуда не деться. это я уже, наверное, для себя понимаю, что надо что-то с этим делать, потому что просто так сидеть и ждать бесполезно. Это не то, что не выльется вот таким. как бы, потому что, если родители все устраивают, что я с ними живу, значит, и заботиться об этой проблеме они не будут, то есть не будут никаких опытов предпринимать. Это надо мне, значит, нужно что-то с этим делать именно мне, а не им. Поэтому нужно что-то с ним делать. Ну да, я так понимаю, что они не способствуют сами какой-то вашей такой самостоятельности. ни в коем случае мама заговорит, что я всю жизнь буду жить с ними, всегда. И она очень жалеет, что нет второго ребенка. Да, очень жалеет, что его нет, потому что... Не на кого переключить свое внимание, да? Или, допустим, что-то там, где-нибудь задержалась, там, или там телефон у меня сел. Было бы у меня, говорит, 150 детей, я бы не переживала за тебя. А, ну есть еще, да? то, что еще парочка из запаса в кармане. А сейчас в кармане нет никого, ты одна, поэтому страдай, живи с этим. Она всегда называет так домашним ребенком, то, что я все время там сижу, такая хорошая и так далее. Вот, то, что я тебя правильно воспитала, то, что ты никуда от меня не отходишь, то, что нигде там не шляешь, не шатаешься, сидишь дома. Я говорю, если бы была моя возможность, я бы, возможно, и шаталась не такой возможности. Если бы она узнала в ваших таких намерениях, что там вы не против и где-то походить, и погулять, и вообще... А я неоднократно говорила, я всегда говорила, что причина, почему у меня не было друзей в школе, потому что я ни с кем кроме в школу не общалась, именно ровесников я имею в виду в школе. С товарищами по школе-то я всегда, до сих пор даже с некоторыми общаюсь. А почему у меня было очень мало друзей в школе, потому что я нигде не была, кроме школы. У меня не было возможности знакомиться с людьми, поэтому все, что у меня осталось со школы, это три человека моих знакомых, именно школьных. Вне школы у меня нет друзей. А вы говорили о том, что не было возможности выйти. Ну, выйти, имеется в виду, выйти погулять, там, до пяти, да. Вот, поэтому я ее даже так сказала как-то один раз, говорю, это ты виноват, что у меня друзей нет. Она мне как-то спросила, что ты никуда не ходишь летом, по-моему, это там тысяч лет назад было. Я говорю, у меня ни с кем, у меня нет друзей вообще. Ну, я утрирую, конечно, они есть, просто у меня нет такого широкого круга друзей, чтобы каждый день с кем-то гулять, например. Спасибо, что рискнули поделиться этой историей. Спасибо большое, что поговорили со мной. Я желаю вам только успеха ваших. Спасибо. Вашим непростом, наверное, начинания. Только что вы познакомились с реальной историей. Реальной историей человека, который находится в непростой семейной ситуации. Сепарация сейчас стала очень модным словом. И порой сепарироваться бывает действительно очень сложно. Тем не менее, хочется дать несколько рекомендаций людям, которые находятся в процессе сепарации, либо хотят каким-то образом создать свою семью, выйти из родительского гнезда и начать жить самостоятельно. Хочется рекомендовать начать зарабатывать самостоятельно, обеспечивать себя самим, пытаться снимать либо покупать свое жилье, в общем, каким-то образом начинать жить отдельно. При этом нужно подготовиться. Нужно попытаться узнать себя, понять свои сильные стороны, немножечко себя узнать и потом уже переходить к следующему шагу, возможно, даже к отстаиванию своих границ. Иногда без весьма жесткого отстаивания границ невозможно. Иногда это требует очень больших сил. Иногда это невозможно без эмоционального разрыва, когда свое право на самостоятельную жизнь нужно отстаивать. Я рекомендую иметь четкий план. План должен быть выполнимым. Он должен содержать конкретные пункты, при выполнении которых вы смогли бы начать самостоятельную жизнь. В этот план было бы неплохо включить следующие вещи. Как вы будете зарабатывать, где вы будете жить, кто вас будет поддерживать и что вы будете делать, если что-то пойдет не так. Своеобразный план Б, когда у вас что-то не получается и куда и к кому вы в случае чего сможете обратиться. В свою очередь и родителям, которые стремятся опекать своих детей и делают это безусловно хорошо. Иногда они делают это даже слишком хорошо. Таким родителям мне хочется порекомендовать свыкнуться с мыслью, что когда-то их дети вырастут. Возможно, они уже выросли и им нужно начинать жить самостоятельно. И чем меньше вы, как родители, будете опекать своих детей, которым уже исполнилось 18 лет, тем проще им будет начинать свою самостоятельную жизнь. С вами был психолог Дмитрий Титков. Дмитрий Титков. Дмитрий Титков. Продолжение следует...